И преснивали великов, аминь, айллоуи я, айллоуи я, слышим я, услышим я, Господи, Господи, возвратите, и услышим я, аминь, 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 айллоуи я, и дам оттворить в Тебе, и Тебе, услышим я, Господи, Хрис, правица болива моя, я, ой, я пред Тогою, азиями мою, жертва вечерняя, услышим я, Господи. Исидя я, в темнице, души мои, исповедуйся, имени Твоему, Твоим крестом кресте спаси, и смерти держава разрушися, и дьявола прелестью празднився, род же человеческий, верою спасаемой, песть тебе всегда приносит. Меня ждут праведницы, дочь держи вас, дайте мне. Просветившееся всяческое воскресенье Твоим, Господи, и рай паки отверстия, вся же тварь восхваляющая Тя песть тебе всегда приносит. И славяне, и славяне. Господи, благослови. Да, девочки, что там можете сидеть? Два стульчика, два еще. Вы выходите для того, чтобы отдохнули, но что богослужение продолжительное. Вот взрослым это, конечно, по силам, более по силам. Тут стоять, а вам трудновато, да. Поэтому мы делаем такое послабление снисхождения, мы это учитываем. Сейчас считают канон, такой канон церковный. Там много непонятного. Мы выходим сюда, чтобы не просто посидеть, поиграть. Ни в коем случае нельзя во время благослужения играть. А послушать евангельское чтение. Кто помнит, что было сегодня? Какое евангельское чтение? Сегодня было евангельское чтение про то, как Дилы пришли, чтобы полазать в тело Иисуса или Аблия. Вероносицы, да, пришли? А кто написал это евангелие, кто-то слушал внимательно. От Матфея. Нет, не от Матфея было. От Марка. Нет, не от Марка. От Луки? От Луки, по-другому, так сказать. От Луки было, да. Вот, я это чтение вам сейчас предоставлю, прочитаю. Немножко мы побеседуем. И очень важно, чтобы в ваших сердцах что-то осталось. Хотя бы самое небольшое семечко Слово Божие, но осталось. Не выветрилось, так скажем. Чтобы птицы, помните по крыше, птицы прилетели, вышел сеть и все, да. Посел при дороге, прилетели птицы. И поклевали. Кто это такие птицы? А? Ну, рома. Толкование читали. Что это за птицы такие? Что за птицы? Прилетает к человеку и похищает себе Слово Божие. Бесы. Так, погромче. Бесы. Бесы. Правильно. Вот, наш взор, наши взоры не видят этого. Господь сокрывает нас. Темно-месовскую силу. Только благо наше. Поэтому, Господь милостивый. Нам не дает это видеть. Но мы вам часто говорим об этом, что нас здесь рядом, в Бесовской силе. Будьте внимательны, чтобы у вас это семя не похитящено было. Итак, 24-я глава Евангелия от Луки с 1 по 11 стихи. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу и вместе с ними некоторые другие. Они, это же жены мироносицы. Но нашли камень, отваленный от гроба. Значит, хоронили сразу, воображение вы включаете, да? Хоронили где? Не в таких гробах, как у нас сейчас. А там пещеры были, вот правильно говорит Иван. Но нашли камень, отваленный от гроба. И войдя, не нашли тело Господа Иисуса. А камень был весьма велик. Весьма велик. Когда же недоумевали, а всем вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блестающих. Когда вот это чтение было, батюшка читал, отец Аякин. Все знают, что отец Аякин он зовут. Андрюша, знаешь, да? Иоаким. Иоаким. Так я сразу мысленно представил, как это. Но явление ангельской силы, это явление грозное для людей. И вот блистающие все, они блестят. И что они говорят? Вот вы воображение это включаете. Только сильно, конечно, нам не нужно воображать. Можно зайти очень далеко. А вот именно то, что мысленно представляете, то, что вы слышите. И когда они были в страхе, наклонили лица своих к земле. Видите, были в страхе. Не просто это было так радостно. А явление ангельской силы всегда наводит людей страх. Особенно бесовская сила. Это вообще панический страх и ужас. Это об этом святые отцы говорят. И в Житии Святых об этом написано. И наклонили лица своих к земле. Сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Я маленько потише, там слышно будет. Его нет здесь. Живого между мертвыми. Живой Господь. Он воскрес. А они искали просто, что? Ну, труп. Так это как-то говорить грубо. Ну, тело, тело, да. Понимаете? Они еще не понимали. Сейчас многие не понимают так же. Не понимали, что Господь-то воскрес. Слова эти были для них непонятны. Он говорил до этого события, до своих страданий. Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам. Когда о будущем Галилеи. Сказывает, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человека в грешниках. И быть распятым в третий день воскресным. И вспомнили они слова Его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. Кому одиннадцати они возвестили? Кому? Ученикам. Кто они были? Кто они были? Апостолы. Вот эти жены мироносицы, они были, как Златоуст говорит, апостолами для апостолов. Но вдумайтесь в этот смысл. А почему они были апостолами для апостолов? Они им первым рассказали. Те-то мужчины, апостолы, сидели и боялись идти. Почему не боялись? Почему не были запяты? В Евангелии Теану говорится. Двери были закрыты. Сейчас нас запрут здесь. Все. Вот она наша комната. Вы знаете, что просто так никто не войдет к нам. Надо стучаться. И вдруг появляется тут какой-то человек, блистающий в одежде. Вы можете на это стоять? Кто так появился перед ними? Передобствованием. А? Иисус Христос. Вдруг. Да как это может быть? Не знаем мы это чудо. А Господь явился, и тому свидетелей множество. Но мы это воспринимаем на веру. Нам скажут, ну докажите это. Но мы никак никакими приборами не докажем. Никакими измерениями, ничем. Ни линейками, ни молнометрами, ни термометрами. Ничем. Вера, которую дает Господь нам. Если кто не верит, просите у Бога, что была вера. Если кто-то не верит в загробную жизнь, просите у Бога, веря. В бессмертие души, если кто-то не верит, просите у Бога, веря. Вот сейчас стоите, ну не просто, ой, скорее бы, да пойди там, поужина на футбол, поиграя. А ты, Господи, даруй мне веры. Без веры-то я погибну. Сбежавший сзади, опять же, вспомните фильм. Без веры тебя там ждет вот эта гиенна. Все, больше ничего. Много думает. А может это неправда, ты думаешь? Ну, Христос об этом говорит. Сам Бог, Бог не может лгать. Сам Господь говорил об этом. Его слова здесь отображены. Это ты себя ложными мыслями, это сатана может вкладывать. О, это неправда, ты будешь такой жить, ты будешь вечно молодой, красивенький, кучерявенький такой. Все, и ты такая красивенькая будешь. Да нет, это обман. Ну, посмотрите, бабушки стоят рядом. Я когда жил в квартире в городе одной бабушки, ей было 80 с лишним, почти как баба Серафима. И я говорю, как ты ее звали сейчас? Баба Катя. Ну, помните там молодые годы? Я говорю, с 4 лет себя помню. Есть люди, которые помнят, помнят рано. Я в 6-й родился. Ну, и как жизнь прошла быстро, очень быстро. По девчонке бегала, а сейчас уже вот так, понимаете, живем. Я оглянулся, сегодня день уже раз, быстро проходит. Поэтому не думайте, что вы такие вот будете красивые, молодые. Кому-то Господь даст жить совсем коротенькую жизнь. А если ты не готов к вечности, и что с тобой будет, ты не сбежишь и задом уже. Это кино, это режиссер придумал. Но мы оттуда подчеркиваем очень много нужного. Поэтому молитесь, чтобы Господь вам даровал евангельскую веру. Все, что здесь описано, это истина. Все, что вам влагает сатана, это ложь. Только надо уметь различать его. А может, неправда, может, нет никакой души. Уже доказали ученые, которые вообще в Библии, можно сказать, никакого отношения не имеют. И человек, когда умирает, становится легче на несколько грамм. Причем это было в таком, ну, барокамера называется. Это из него ни газы не вышли, это все фиксировалось. Ни что-то там еще, никто ничего не отнимал в этом трубе. Все легче становится. А что вышло, не могут понять. Сейчас якобы на камере фиксируют. Но это в интернете хоть что можно построить. Сейчас это компьютерная графика. Поэтому много всяких таких ложных роликов. А мы не опираемся ни на какие-то там данные, видеоролики. А мы верим в Писание, в Священное Писание. Ибо Господь говорит, что это истина. Писание – это истина. И Слово Господне – это истина. Это не может лгать. Хотел он, брат, допомнить. А я место Писания еще раньше вспомнил. А без веры угодить Богу невозможно. Но надо было, что приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его воздает. Каевреям 11 глава 6 стих. Знаете? Неправда, что Сантанам говорит, что ты красива. Почему ты лёшь? Неправда. Ну, ты действительно красивейший. Маленький, симпатичный. Девочки тоже. Но ты же потом будешь взрослеть, стареть. И показались так. И возвратившись от гроба, возвестились от 11 и всем прочим. То были Магдалина, Мария Иоанна и Мария Матьякова и другие с ней. В голову поднимите, Кирилл. Которые сказали о всем апостолам. И показались им слова. Их пустыми не поверили им. Мы сейчас возвещаем Слово Божие по интернету. Игнать Ихович очень много. В городе Барнауле, среди других деревень. В прошлом году, даст Бог нынче, тоже поедет по деревням. И не верят нам. И кажется, наши слова, которые мы передаем, они не наши, они божественные. Пустые. К сожалению, большинство людей не верят евангельским словам. К сожалению. Очень мало спасающихся. Среди нас, здесь сидящих, тоже не все в рай войдут. К сожалению. Поэтому будьте внимательны, чтобы вам занять эти райские обители, райские места. Вот сейчас в это все в вас складывается. Итак, евангельское чтение нас употребляет в вере. Не просто мы послушали и забыли даже, кто написал. Говорят, кто Матфей, кто Марк. Будьте внимательны. Когда начинает читать батюшка, вы про себя говорите. Слушает раб твой. А девочка пусть скажет, слушает раба твоя. Ты как бы Богу это говоришь. И у вас будет это все закрепляться. Напряженно стойте, когда читаете Евангелие. Что-то там непонятно. Хотя маленькое зернышко Слово Божие. Вы должны это запомнить. И Господь говорит в Священном Писании, в Евангелии 5, 14, 6. Я есмь путь и истина и жизнь. Андрей, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Ну-ка, повтори потихоньку. Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И вот это евангельское чтение, оно вас укрепляет в вере. Укрепляет в вере, чтобы мы помнили, что Господь ради нас страдал и воскрес. На третий день по Писанию. Богу нашему славу. Потихонечку, не толкаясь, заходим в шум. Песня. 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 Божие люди, Бог наш! Средь Бог наш! Добродяки, моли, плави, дружи, Крепостях, образовыв добродетелей, Отаню душу, видев, Бог твоей благое произволение, Архилея, Тебя и пасы, в церкви свои устроя, Тем же и павла прысле! Пославление и честное тело Твое целом нитленно соблюдается. И он освятит ему. Моли Христа Бога, да спаси лучше нашего мира. Благодаря мне, Господи, святым, присутствием. Исправи стопы наших елных заповедей, твоих молитвей. Ты чистая, Матери, всех святых твоих. Аминь. Слава Богу, и Бога, и Боже, 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 и Боже. Слава Богу, и Боже, 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 и Иисус, Истинный Бог наш, молитвами Пречистия Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яка благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поучение из беседы святителей Иоанна Затарусова. Тому, кто привязан к настоящему, невозможно питать в себе любовь к тем неизвеченным благам. У него пристрастие к настоящему врачает разум, точно так, как какая-нибудь нечистота ослепляет телесные глаза и не позволяет ему видеть, что нужно. И наоборот, невозможно, чтобы тот, кто питал любовь к тем прочным и неизменным благам, имел пристрастие к благам временным, которые, прежде чем появятся, отлетают и исчезают. Проникнутый любовью к Богу и питающий сильное желание будущих благ на настоящую жизнь смотрит другими глазами и знает, что вся настоящая жизнь есть обманчивый призрак и нисколько не отличается от сновидений. Поэтому и блаженный Павел в одном послании сказал, приходит образ мира сего, послание Коринфянам 1, показывает, что все человеческое есть только призрак и проходит, как тень или сон, потому что не имеет в себе ничего истинного и твердого. Не детскому ли же уму свойственно гоняться за тенью, гордиться сновидением и привязываться к тому, что мгновенно исчезает? «Приходит, — говорит, — образ мира сего. Когда ты слышал, что приходит, то для чего еще ищешь благо мира? Когда ты слышал, что все человеческое есть только призрак, не имеющий истины, то зачем добровольно сам подвергаешь себя обольщению? Почему, размышляя о переменчивости и непрочности здешних благ, не презираешь их и не устремляешь своего желания к тем благам, постоянным, твердым, прочным и не подлежащим никакой перемене? «Чтобы постигнуть тебе мудрость Учителя Вселенной, посмотри, какое выражение в другом месте он употребил, когда хотел показать, что все, даже и самое славное в настоящей жизни, есть ничто видимое. Укажешь ли на огромное богатство, на славу, знатность, первенство, господство, на самое царство, на облеченного Диадемою и на высокий трон, все это видимое, говорит, временно, является на краткое время и ненадолго доставляет нам наслаждение. Так чего же ты хочешь заставить нас искать, если все видимое временно? Тех, говорит, невидимых благ, не этих видимых, но тех, которых невидим телесные, не видят телесные очи. Но кто же, скажи, убедит нас пренебречь видимым и искать невидимого? Самое, говорит, природа вещей, пусть учит нас вас тому, что здешние блага, хотя и видимы, но скоро проходят, а тамошние, хотя теперь и невидимы для нас, но вечные, имеют бытие непрестающее, не знают ни предела, ни конца, никаких либо перемен, всегда прочны и непоколебимы. Может быть, я представляюсь уже и тягостным, потому что каждый день предлагаю советы, но что же мне делать? Велика зараза греха, велика сила любостяжания, заметна скудость добродетели, поэтому хочу я хоть беспрестанным увещанием одолеть недуг и привести к совершенному здравию приходящих сюда. Я, для того, изъяснять Писание стараюсь и представляю образцы добродетели праведных и не перестаю часто повторять вам одно и то же, чтобы как-нибудь расположить вас в подражании праведникам. Подумаем же хоть и поздно о нашем спасении, воспользуемся как следует данным нам временем настоящей жизни и пока есть время, поспешим к покаянию и исправлению своих грехопадений. Употребим избыток своих стяжаний на пользу своих душ и, что нам не нужно, то отдадим нуждающимся. Для чего, скажи мне, позволяешь ты быть снедаемому ржавчину и золоту и серебру, которые следовало бы передать в руки бедных, чтобы, положив их в это безопасное хранилище в свое время, когда особенно будешь нуждаться в их помощи, мог бы получить от них пособие. Напитанные тобою здесь, они в тот день отверзут тебе двери дерзновения и примут тебя вечные крови свои. Не допустим так же, чтобы и одежды наши снедаемы были молью или без употребления тлили в кладовую, когда столь многие нуждаются в одежде и ходят почти ногами. Предпочтем моли нагоствующего Христа и оденем его, неимущего одежды ради нас и нашего спасения, чтобы, удостоившись одеть его, услышать нам в тот день. Наг был и одели меня. Ужели обременительные и тягостные эти заповеди, эти блага, говорят они, заповеди гибнущие, согневающие напрасно и без нужды расходуемые. Постарайся употребить с пользой, чтобы тебе не потерпеть убытка от их потери и приобретать от них напротив величайшую прибыль. Крайне и даже безмерно бесчеловечно, тратя столь многое для своего наслаждения, излишнее заключать в сундуки и кладовую, не желать облегчать нужды единокровных, отдавать лучше ненужное нам на съедение моли или червям, на расхищение ворам, и подвергнуться за это наказанию, чем распорядиться им по надлежащему и получить за то награду. Не будем, умоляю, простирать до этого нашу беспечность о спасении своих душ. Но, уделив излишнее бедным, приобретем себе заблаговременно великое дерзовение, да удостоимся насладиться неизвеченными теми благами во благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, в котором Отцу со Святым Духом слава, держава честь ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Девчонки. 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 Пока стойте, не ходите никуда Аптеку для кота набрала Аптеку для вашего кота набрала Аптеку для вашего кота набрала Когда заходите И брызгут у меня есть Аптеку для вашего кота